Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воскресные дни, которые мы с вами проживаем, это воскресные дни, которые готовят нас к Великому Посту. Особое время, особые мысли, особые чувства. И из года в год Церковь предлагает нам вот эту духовную школу, предлагает духовную школу тем, кто задумывается о необходимости изменения себя. Есть те, кто не задумывается, и им это не нужно. Есть те, кто задумывается, и для них Церковь предлагает определенную методику, как испытать себя, как понять себя, что с тобой происходит, где ты находишься. Вот огромное количество сейчас издается книг, таких, как бы их назвать, мотивационных, что ли, которые, главная тема которых, как правило, что сделать, чтобы измениться, чтобы стать успешнее, чтобы стать богаче, чтобы стать, ну, много кто чего хочет, стройнее, как бы, и прочее, и прочее. У всех каждого какие-то свои задачи локальные. Но вот эта главная проблема, что сделать, чтобы начать меняться. Она будоражит человечество, вот со времен, как бы, зарождения человечества. И в наше время особенно актуально. Такой простой пример. Меняться очень сложно. Очень сложно приобретать какие-то простые привычки. Например, человеку прописывают таблетки, важные для его здоровья. Говорят, пей утром и вечером, после еды. Казалось бы, чего простого? Но некоторые люди это не способны делать. Не помнят, нет навыка. Благо, если рядом есть какой-то добрый человек, который все время напоминает, выпей таблетку, возьми ее, вот тут таблетка, она очень важная для тебя. Да даже это не говорит, просто таблетку суету говорит, пей давай. Вот. Я думаю, что ситуация знакома многим из нас. Многие из нас недоумевают, как такое бывает. Бывает такое. Человек не способен. Человек способен чему-то более, чему-то другому способен. А к этому, к самоорганизации, к организации своей жизни, к каким-то вопросам, ответам не способен. Мы очень разные. Очень разные. И вот церковь понимает, что мы очень разные. Что каждый из нас нуждается в покаянии. Потому что все мы дети Божии, и нет такого человека, который прожил бы без греха. А церковь подает нам руку помощи, такую вот, опять же, повторю это слово, методику. Я заостряю внимание на этом слове. Как-то помню, у нас был векарный епископ такой, епископ Пантеримон Шатов. Он был недолгое время у нас. Потом он был епископом в Смоленске, а сейчас руководит восточным векрятством. И вот тоже на собрании духовенства он как-то тоже начал говорить. Вот может быть нам то, другое, вот здесь может быть что-то нам получше сделать. Какие-то методики нам новые внедрить. И он прямо это слово сказал, как даже, я увидел, как он прям как-то осёкся. Вроде слово-то какое-то не наше. Ну вот какое слово подобрать? Правильное, я не знаю. Но методика это то, что помогает нам выстроить определенную цепь событий. Помогает нам систематизировать ту или другую, как бы, сферу деятельности. И в этом нет ничего плохого. И вот для того, чтобы понять, где мы находимся в духовной жизни, Церковь нам предлагает определенные отрывки из Священного Писания. Чтобы каждый воскресный день, в так называемой приготовительной неделе к Великому посту, мы задумывались над одной какой-то небольшой темой. Прошло воскресенье мытарь и фарисея. Господь учит нас, чтобы мы помнили о нашем месте в мире, о том, что не вокруг нас, так сказать, планеты крутятся, и солнце вокруг, тоже не вокруг нас, как бы, так сказать, вот свой ход совершает, что над нами, над каждым из нас есть Господь. Мы прожили неделю о блудном сыне. Как бы, в этой притче, в этом евангельском тексте есть очень много смыслов, но самое главное в преддверии поста – где мы находимся, куда мы движемся, что мы хотим от жизни. И вот сегодня воскресный день, или по церковно-славянскому языку, неделя о страшном суде. Сегодня читается особое евангельское чтение, несмотря на то, что название такое, как бы, страшный суд, да? И мы с вами в некоторых храмах, даже на, обычно на западной стороне храма, на западной стене, видим изображение страшного суда. Но евангельская притча, она немножко о другом. Вот мы сейчас ее прочитаем. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, «Приедите благословенно отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нагим, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведник скажет ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ, «Истинно, говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелами Его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе». Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Оказывается, самый главный закон, по которому каждый человек будет судиться, это закон любви. По любви ли мы поступали? Тот ближний, который был рядом с нами, поддержали ли мы его? Захотели ли мы что-то сделать, выйти, как сейчас модно говорить, из зоны собственного комфорта, и захотели ли мы что-то сделать для другого человека? У замечательного старца, праведника нашего времени, отца Иоанна Крестьянкина, есть дивное слово, дивная проповедь, которая называется «Слово о малом доброделании». Перечитайте ее, пожалуйста. Он говорит простые слова. Для того, чтобы цветок рос, ему не нужно ведро воды, ему достаточно несколько капель. Вот в далекой от нас стране, где Господь наш Иисус Христос провел свое земное служение, есть такой вид полива, называется «капельное орошение». Матушка, не надо деньгами, это отвлекает нас всех от службы. «Капельное орошение». Когда сметливые люди понимают, что чтобы растение выжило, так сказать, фактически в пустыне, в горах, почти каждому растению в городе или где-то за городом подвели трубочку, и из этой трубочки не льется вода, нет, она не льется, она капает, капает с определенной периодичностью. И вот эта капелька питает стебель лозы или цветочка, и пустыня превращается в цветущий сад. То же самое и с нами бывает. Мы сами по себе знаем, что не нужны нам, так сказать, часовые какие-то ни лекции, ни как бы успокаивающие какие-то, так сказать, речи и прочее, доброе слово. Нас поблагодарили, мы уже расцветаем. Нас как бы не наказали, мы уже радуемся, да, если что-то сделали. Нам вот просто как бы просто улыбнулись, мы уже как-то вот по-человечески сами себя начинаем вести. И Господь вот об этом и говорит, напоминает нам о законе любви перед Великим постом. Потому что пост – это опять же такое время непростое, когда оно и сопряжено с особыми искушениями. Некоторые даже так говорят, вот пост начинается, обязательно будут какие-то искушения. Почему так бывает? Не знаю. Может быть, люди сами на себя накликают что-то, да, может быть, придумывают иногда. Но иногда бывает и так, что как-то человек, который начинает поститься, он как-то истончается душевно. Он становится, может быть, более ранимым. Я пытаюсь как бы физиологически объяснить, да, и если человек духовно себя не подпитывает, если человек не подпитывает себя доброделанием, если пост – это только, ну, как бы, вот мы не едим, как бы молимся много, это физически сложно, да, так сказать, плоть истончается, душа как-то вот тоже, так сказать, приходит в какое-то такое, более такое, может быть, в чем-то такое впечатлительное состояние. И, конечно, в такой момент, когда что-то с нами происходит, да, когда мы в сытом состоянии, это все хорошо, мы всех любим, как бы, со всеми готовы, как бы, вот, всех принять в свое сердце. Когда мы немножко в таком состоянии, как бы, вот, утесненном, да, когда вот и поесть хочется, как бы, и, может быть, где-то раздражаемся, вот, и здесь, конечно, нужно особенно за собой следить. Поэтому дай Бог всем нам мудрости в преддверии Великого Поста, готовившись к посту, в том числе подумать над такими простыми вопросами, какова мера нашего поста, как мы будем поститься, в чем будет заключаться для нас пост, насколько это серьезно для нас. И вот, дав ответы на такие простые вопросы, мы можем двигаться дальше, поставив перед собой, в том числе, определенные духовные задачи, которые у каждого, наверное, свои, которые каждый ставит в меру своей, какого-то, духовного такого развития, вот, но все эти цели, все задачи, они сосредоточены на одном, чтобы нам быть рядом с Богом и о Нем помнить, и делать так, чтобы люди, которые вокруг нас находятся, чтобы мы их не отталкивали своей раздражительностью, своей, может быть, многозаботливостью, чтобы вот те самые ближние, те самые малые сия, которые Господь говорит в сегодняшней притче, не были обделены нашим хотя бы элементарным вниманием. Не можем особенно благотворить. Было у нас совещание с префектом в четверг, и обсуждался вопрос, сейчас строится храм в Ванадырском проезде, это у станции Лосиностровской, вот как бы сидят чиновники, как бы человек 15, батюшки сидят, и рассуждают на тему, как нам назвать тех людей, которые храму-то помогают. Нашлись добрые люди, которые дают деньги на строительство. Спонсоры, говорит префект, как-то не то слово, как-то. И один сидит рядом, человек говорит, благотворители. О, какое слово-то хорошее, благотворители. Назовем благотворительными. Все перекрестили и сказали, слава Богу, нашли слово. Очень важно слово найти, да, правильное. И вот, дай Бог, чтобы каждый из нас был таким добрым благотворителем для тех людей, которые находятся вокруг нас. Именно об этом сегодняшнее евангельское чтение. Спасибо вас всех, Господи, за молитвы, за терпение. В предстоящей неделе у вас у всех есть расписание на предстоящую седмицу. В четверг мы совершим службу в память обретения мощей Блаженной Матроны, потому что в пятницу литургии не положено, и служба переносится на четверг. В пятницу утром богослужения, божественной литургии, как я уже сказал, не положено. Будет служба уже максимально с утра приближена к Великопостной. В пятницу вечером вечернее богослужение под день памяти пророка Притечи и Крестителя Господня Иоанна. В субботу по обыкновению службу богослужения панихида. И в субботу вечер все ночные дни под следующий воскресный день. Сегодня вечером по обыкновению акафистное пение в честь иконы Божьей Матери Федоровской. Спасите Господа.